МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во времена Петра I в ведомостях начинает встречаться печатная реклама, но после Октябрьской революции 1917 года она была полностью монополизирована государством. Запретили использовать рекламу для продажи товаров, она получила чисто политическое значение. Возвращение рекламы произошло только во времена НЭПа. Ярким примером рекламных деятелей того периода можно считать Владимира Маяковского, который отдал этому делу много своего таланта. Его яркие броские выражения неизменно привлекали внимание покупателей. Уже после введения в стране рыночной экономики реклама в России стала соответствовать своему истинному назначению – знакомить широкий круг потребителей с важными качествами товаров и услуг. Такое знакомство сегодня должно происходить законным путем. Для этого создан федеральный закон о рекламе. И эксплуатация рекламных конструкций требует специального разрешения. Получить его можно в муниципальном учреждении Центра развития. Для начала надо написать заявление о выдаче разрешения, необходимо письменное согласие собственника земельного участка или здание, на котором будет размещена реклама. Если это многоквартирный дом – согласие собственников помещений. Заказать проект рекламной конструкции, а также оформить паспорт рекламного места. Оплатить в банке госпошлину в размере 3000 рублей. И все документы сдать в МФЦ. По законодательству субъект федерации должен выпустить нормативный документ, который будет регламентировать длительность разрешения. То есть от 5 до 10 лет. Ранее такие договоры заключались не более чем на один год. Сейчас анапские власти готовят схему границ, делают зонирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для размещения рекламных конструкций. Такие места управление имущественных отношений будет продавать через торги. Вырастут и доходы от их аренды. Но это еще не гарантия того, что реклама станет менее навязчивой. Наружная реклама магазинов пестрит плакатами различных цветов и форм. По закону, индивидуальный предприниматель может заявить потребителю о своем бизнесе, указав название предприятия или магазина на вывеске. Если нужны более масштабные рекламные обозначения, например, такие как баннер, то это уже рекламная конструкция, которую нужно оформить в Центре развития. Там же специалисты отслеживают и незаконную рекламу. Выносные конструкции, штендеры в Анапе запрещены. Поэтому акты осмотра специалисты Центра развития передают в ОВД. И уже там нерадивым предпринимателям выписывают протокол об административном правонарушении. Сумма штрафов для ИП от 1000 рублей, для юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Незаконная реклама на остановках и заборах тоже не украшает город. Борьба с ней ведется ежедневно. Действует беспрецедентная программа «Автодозвон». Каждому нарушителю каждые 15 минут поступает вот такой звонок. Вы нарушаете федеральный закон о рекламе, размещая стихийные объявления на объектах города-курорта Анапа. К нам обращаются граждане, пишут вот такого рода заявление, в котором указывают, что впредь обязуются не нарушать федеральный закон о рекламе, не размещая стихийные объявления. Социальная реклама по закону может появляться на улицах города в любое время. Сейчас в Центр развития поступил заказ от муниципалитета подготовить к 70-летию со дня освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков пилоны с фотографиями анапчан, которые стали лучшими в своих отраслях в этом году. Для начала эскизы утверждают в электронном виде, после чего их передадут в мастерскую по изготовлению наружной рекламы. Здесь специальная машина наносит на поверхность краску, которая не смоется даже во время дождя. В рекламных компаниях заказывают не только крупную продукцию, но и небольшие рекламные проспекты, брошюры и листовки. Тонны бумаги со всевозможной рекламой ежегодно находят россияне в своих почтовых ящиках. И бороться с этой рекламной макулатурой непросто. Можно пойти и по западному пути, клеить специальные стикеры на ящик с просьбой не кидать рекламу. В Германии, к примеру, такие метки окрашены в ярко-красный. Если их проигнорировать, можно нарваться на штраф в несколько тысяч евро. Поэтому в России во многом рекламная индустрия зависит от сотрудников рекламных агентств, которые предлагают различные способы продвигать товары и услуги. Желающим открыть свой бизнес в Анапе будут помогать. Для этого в Центре развития сейчас готовят специальный отдел. Специалисты будут сидеть в кабинете, рассказывать, проводить семинары, лекции, рассказывать о программах федеральных, муниципальных, краевых по развитию среднего и малого бизнеса. Сотрудники одного из рекламных агентств нашли неожиданный способ продвигать товары и услуги своих клиентов. На улицах города с недавних пор можно встретить четвероногих, разгуливающих в комбинезонах с логотипами различных фирм. Даже подчас неожиданные идеи могут превратиться в удачный бизнес. Удобно, что всю информацию по ведению бизнеса и рекламе можно узнать в Центре развития совершенно бесплатно. На этом все. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин